Еще поговорим про работу с командой. Многие компании допускают такую ошибку, что у них укомплектован штат, полностью вся команда, и они не ищут новых, и большинство этим грешат. В принципе, если кто-то в команде тебе не нравится или не устраивает его результаты, то нужно уже искать другого на замену. Зачем тебе такие люди, которые тебе не нужны? Это как, например, хороший пример с футболом. То есть есть игрок в команде, который супер лояльный, он тебя любит, любит компанию и так далее, но он плохо играет, либо не забивает голы. Поэтому его нужно будет взять, поменять на того, который забивает хорошо голы. Без разницы, лояльный он, преданный, врёт он тебе, не врёт. Главное, что он делает результат, забивает голы. Так и в отделе продаж нужно постоянно искать сотрудников. То есть важно это, чтобы... Что делал менеджер? Это первое, управлял эффективно командой. Второе, постоянно искал новых сотрудников звёзд. Ну и третье, смотрел на слабых, понимал, кто плохо работает, кто хуже работает, чтобы, так сказать, человека либо на скамейку запасных отправить, либо потом уволить, заменить его на другого. Тогда каждый раз, когда вы будете брать нового менеджера, он пришёл посильнее, чем предыдущий, другой посильнее, чем предыдущий. Каждый раз там на полпроцента, на 100 тысяч, да, будет компания расти. Это постоянный процесс улучшения, это нормально. Поэтому надо понимать, что задача тоже предпринимателя купить больше за меньшие деньги. Если можно платить меньше, почему нет? Но важно правильно оценивать цифры, вот эти вот голы, на результат смотреть. Поэтому вот эти три важные составляющие, надо о них всегда помнить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!